Минувший год знаковый для Саратовской ГЭС. Полвека назад, после ударной стройки, была запущена первая гидротурбина. Вообще, 1967 год оказался самым решающим – пусковым для гидростанции. В июне в шахту агрегата было опущено первое рабочее колесо, наибольшего в мире на тот момент диаметра. Первые четыре гидроагрегата были введены в эксплуатацию в декабре 1967 года. И чтобы эти страницы истории остались в памяти волоковцев, Саратовская ГЭС совместно с самым популярным пабликом ВКонтакте «Типичная Балакова» объявили конкурс фотографий. 101 фотографию выложили на суд всех балаковцев. Мы специально хотели сделать конкурс открытым, для того, чтобы эти фотографии могли быть доступны любому балаковцу. И это оказалось на самом деле востребовано. Журналисты звонили, краеведы обращались, говорили, какие замечательные фотографии. Из музея истории города говорили о том, что даже в наших архивах таких фотографий нет. На фото героя комсомольской стройки. Одного взгляда на эти снимки хватает, чтобы понять. Это были бурные годы, и молодежь жила этими стройками. И участники фотоконкурса рассказывали, как в их альбомах оказались исторические фото и кто на них изображен. Вот такая красавица. Нисколько не изменилось. На ГЭСе всю крышу делали мы. И верхний бьев, и нижний бьев, стяжку вели. А это уже затопление. И папе, когда был такой праздник в 70-м году, назывался «100 лет со дня рождения Ленина», ему подарили большой альбом с фотографиями. Вот, в частности, о городе Балакове. Там были фотографии о гидростанции. На портальном кране, на портальном стою, на верхнем бьеве. Краны были. Пять кранов виртсвальные были. Мы заходили в 10 тонн, и по верхнему бьеву они ходили. И тонировали верхнюю часть гидростанции. Ну и монтаж был. Железобетонные конструкции всяких. Кроме участников группы «Типичный Балакова», лучшие снимки выбирали и известные фотографы. При этом мнение профессионалов и пользователей социальных сетей не совпало. Это, в общем-то, объяснимо. Балаковцы голосовали сердцем, а фотографы смотрели на качество и оригинальность снимка. Но и те, и другие согласны, что все фотографии с 50-летней историей уникальны. И в каждой скрыта жизненная энергия, которая бурлила в те годы на комсомольских стройках. Мы не только провели конкурс, но и создали действительно исторический альбом, в котором сохранена такая память, которую каждый человек может зайти посмотреть. Если уже разбирает музей истории Балакова, то, наверное, это все не зря было. Альбом с уникальными фотографиями, сделанными на Саратовской ГЭС полвека назад, останется в группе «Типичный Балакова». И каждый сможет заглянуть в него и, полистав эти фотостраницы истории, на мгновение перенестись во времена строительства и запуска уникальной гидростанции.